Стрельцы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить Тароскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы будем сегодня с колодой Тароса Конопритяжения. Колода отличается от классической, колода оракульного типа. Она отлична не только по визуальному ряду, но и с позиции толкования трактовки арканов. Но тем не менее, я уверена, она покажет вам новые грани вашей жизни. По традиции, расклад покажет вам общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно должны у вас произойти в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести данный месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может в однозначном порядке проиграться для каждого из представителей знака Стрелец. Многим из вас необходимо будет смотреть свои Тароскопы еще по знаку Асцидента в своей натальной карте. Как его вычислить? Вбивайте в гугл «Рассчитать Асцидент». Вам выдают программу, куда вы вбиваете свои данные. И узнаете, в каком же знаке находится ваш восходящий знак. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. События, которые у вас наиболее вероятно произойдут в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Кстати, я хочу сказать, вы уже третий представитель знака Зодиака, у которых падает именно на совет месяца Аркан Жрец. Но, видимо, сентябрь для всех это месяц обучения, тренингов, курсов, повышения квалификации. Потому что Жрец – это карта учителя, духовного наставника, традиций, религиозности, погружения в какие-то правила, нормы. Это, знаете, свои, собственно, морально-этические взгляды, которые вы в себе либо воспитываете, либо культивируете. Для некоторых это все-таки может проиграться как брак, либо как значимость брака на текущий момент, то, что вы будете вкладываться, например, в семью и отношения. Но также это, допустим, протекция со стороны руководства, начальника, отца, супруга, дедушки. Ну, то есть любого мужчины, который старше вас, является влиятельным лицом. С позиции помощи, совета, либо каким-то образом человек вам может помочь в течение этого месяца. Ну, давайте смотреть более детально. Итак, в сфере работы, что вас ожидает? В сфере работы здесь у нас падает пашкубков. Карта новых начинаний, перспективных проектов. Почему? Потому что проекты по карте новые, проекты по этой карте душевные. То есть вы погружаетесь головой в эти эмоции. Для вас это новый стартап, новое начало. Может быть, для кого-то новый опыт совершенно. Но работа действительно вам по душе. То есть вы от нее получаете массу удовольствия. Работа для кого-то творческая, для кого-то она может быть связана, ну, в целом, с чем-то прекрасным. Потому что пашкубков у нас отвечает за общение с людьми. Это может быть и та же сфера флористики, и сфера туризма, и сфера обслуживания, когда вы приходите, да, к любимому мастеру, стилисту, парикмахеру и так далее. И таковы можете становиться. То есть если на текущий момент вы без работы, это однозначно успешное трудоустройство. Если вы наемный работник, продвижение и, знаете, как укрепление позиции на вашей новой работе. Если вы все-таки человек-предприниматель, то по этой карте дела движутся в гору. Кстати, именно по этой карте, в этой колоде, для кого-то не исключен служебный роман. Новые эмоции, новые связи, новые знакомства и впечатления. С позиции финансов. О, ну с позиции финансов рука руку моет. Объясню сейчас почему. Вот потому что здесь прирост финансов для некоторых может как раз проиграться за счет служебного романа с руководителем. Понимаете, вот именно так. А если же все-таки это не ваш случай, то по карте влюбленные это рост доходов, это укрепление ваших связей, либо же опять финансовая помощь и поддержка со стороны вашего партнера. Он для многих проиграется как быть на содержании у партнера. Вот именно в таком контексте. Но с позиции финансов скажу однозначно. Месяц для вас крайне успешен, потому что старший аркан. Аркан, который исполняет воплощение ваших замыслов, идей и планов. С позиции здоровья. У вас здесь падает аркан император. Опять же замечательная карта, потому что это аркан хорошего самочувствия, крепкого здоровья. Это когда у вас хороший жизненный тонус, энергия бьет ключом и вы готовы справиться абсолютно с любой задачей, абсолютно любыми планами. У вас стабильное эмоциональное и физическое состояние. В плане личной жизни, ой, ну вот то, как я вам говорила, ну вы просто посмотрите. Старший аркан шут. Самое главное, чтобы снова не наступали на одни и те же грабли. Я вас очень сильно прошу, отнеситесь к этому с вниманием и пониманием. То есть если на текущий момент по этому аркану вы свободны, это однозначно новые знакомства, новые связи. Куда они, конечно, повернут, это другой вопрос. И если вы состоите в отношениях, это может быть обновление ваших отношений, какие-то новые импульсы, новые возможности. Либо для кого-то проиграться как обновление отношений за счет рождения ребенка. Ну а для некоторых, даже тех, кто может и состоять в принципе в отношениях, вот вам ваш служебный роман. Поэтому обратите внимание. Ну и с позиции совета императрица. Ох, как здесь может проиграться, вы только посмотрите. Значит, стрельцы. Хочу обратить ваше внимание. Из шести арканов у вас пять старших. Месяц, который может кардинальным образом поменять вашу жизнь. Объясню почему. Потому что в совокупности для вас это может отыграться как брак. Ситуация беременности, деторождения. Об этом говорят и шут, и аркан императрица. Если все-таки у вас уже есть и брак, и дети, вы состоялись как жена и мама. Здесь может быть ситуация служебного романа, какого-то флирта. Причем обратите внимание, чтобы вы не заигрались. Это вам не принесло какую-то там несвоевременную, нежелательную беременность. Но из позиции совета, смотрите, императрица. О чем говорит эта карта? Во-первых, карта материнства, карта плодородия, роста финансов, благополучия, становление себя. Это раскрытие женского потенциала, вашей женской энергетики, ваших возможностей. Вот здесь, видите, в этом скипетре камень изумруд. Символ мудрости, символ жизни, плодородия, символ богатства. И она прописывает все на бумаге. Так вот и вы должны прописывать все свои цели, желания, потому что когда они у вас изложены на бумаге, они быстрее реализуются. Если вам необходимо, делайте плакаты визуализации. То есть дерзайте, прописывайте, ставьте себе цели, вывешивайте себе цели. Вы будете их быстрее достигать. Ну а в целом, по карте императрица, ваша жизнь начинает бить ключом. Ловите свою удачу за хвост. Вот в сентябре, понимаете, как я говорю, у вас обновление, ситуация стартапа. То есть не теряйте таковую возможность, и у вас все получится. Искренне, душево, я вам этого желаю. Вот таким вот вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проиграется или нет. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Для тех, кому необходимы индивидуальные консультации на платной основе. Ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.